Друзья, всем привет! Вы на канале Слават Юнайтед. Меня зовут Умиль, мы продолжаем нашу карьеру на максималках за двух тренеров Роналда Жопу и Пинченса Бухати. И как вы видите, на дворе 19 августа Жопа до сих пор без работы. Пристроить Жопу пока не получается. После увольнения из Капелина. Ну и, друзья, если вы не понимаете, что происходит, рекомендую вам начать смотреть с самой первой серии. Ссылочка на нее будет в правом верхнем углу. Но для тех, кто понимает, расскажу, что Пинченса Бухати отправляется на очередные тренерские курсы. У него уже национальная лицензия А. Пинченса Бухати выглядит уже вот следующим образом. У Пинченса Бухати репутация уже 50%. И Пинченса очень серьезный тип. Расскажу вам, безусловно, про усиление, которое Пинченса Бухати допустил перед этим сезоном. Ну и про трансферы в целом. Итак, потрачено полтора миллиона. Получено 3400 евро. Не густо. Но что поделать. В общем, двух футболистов Пинченса подписал бесплатно. Он в серии Б сейчас находится. Это неплохой опытный центральный защитник. Филиппе с Гарби и Филиппе Круз. Это относительно молодой правый защитник. Ну, нужен был потому, как Элеутери ушел из команды. Нужен был правый защитник из Бенфики Б. Перешел. Достаточно неплохой парнишка. Ну, по скиллам, сами видите, достойный. В центр поля из потенции пришел потенциальный 22-летний Бруно Веренджиа. Ну, умеет пасовать, умеет отбирать, умеет бегать. А большего, наверное, не надо. Ну, да, дальние удары были бы получше. Но дальние удары всего лишь 7. Ничего страшного. Ну, и вместо Самартино 24-летний Кристофер Хорват. Или Хорват. Ну, по национальности он венгер, естественно. Вот Петер Чех красава. Фамилия Чех, национальность Чех. Кристофер Хорват, национальность венгер. Почему ты не Кристофер Венгер, брат? Почему ты Хорват? Это гражданства нет хорватского. Вот придумал, что он хорват. Говорит, я хорват. Ну, собственно, вот. Деньги на этом кончились, которые выделило руководство. Сейчас, если посмотреть на финансовое состояние, то здесь у нас 1 тысяча на трансферном бюджете. И израсходован почти весь трансферный бюджет. 10 тысяч остается. В чем проблема? А проблема во вратаре. Потому что наш замечательный Александр Плицарин ныл. Я хочу уйти, я хочу уйти, я хочу уйти. В итоге им заинтересовались. Заинтересовались несколько клубов. Самое выгодное предложение было от Сандерленда. Но ему не одобрили визу. Ему не одобрили визу. И трансфер и не отменился. И при этом не подтвердился. То есть, у него нет визы. И вот он висит. То есть, по идее, нам на счет может упасть кругленькая сумма, если мы продадим Плицаре за 2,6 миллиона. И тогда у нас появится возможность каким-то образом, каким-то чудом, в общем-то, попытаться что-то сделать. Но, увы, не получается. Одним из вариантов я, кстати, рассматривал приглашение Джованнини. Но он не хочет переходить в Пискару только после того, как Пискара повысится из серии B. Ну, это крайне нелогично, потому что чувак играет в, в общем-то, достаточно скромном Удинезе. Ну, как скромном. Шестое место в серии А. Но он там не играет. Можно было бы и перейти в нашу команду. Но, увы, его желания не изменились даже к концу трансферного окна. Не хочет человек возвращаться в Альма-Матер, в Пискару. Хотя у нас бы он получил игровую практику. Но, вот, гораздо лучше, по его мнению, видимо, сидеть в Удинезе. Он там не сыграл ни одного матча. Божественная логика компа. Ну, и вот, когда мы говорили о том, что бот должен поумнеть. Конечно, бот должен поумнеть. Александра Джованнини, ну да, ты перейдешь в серию B. Но ты в серии B будешь играть. Тебе 21 год, тебе надо играть. Нет, он предпочитает сидеть жопу в Удинезе. Его никто не возьмет в аренду в серии А. Потому что для серии А он слабый. Игрок, то есть, не шурупит своей головой. Он не понимает, что он слабый. Он не понимает своих способностей. Хотя, по факту, он для серии А слабый. Но только для какого-нибудь там безнадежного аутсайдера, может быть, в ротацию пойдет. Но он даже в Удинезе не пробивается. На скамейку. Я не говорю про то, чтобы он там играл в основе. Он даже не выходит в Удинезе, понимаете? То есть, игрок уровня серии B. В серии B, я думаю, многим командам он бы пригодился, в том числе и Пискаре. Но он не хочет в серию B. Он говорит, добейтесь повышения в серии А. И тогда, может быть, когда я добьюсь, Александр, повышения в серии А, ты мне нахрен не нужен будешь. Потому что тебе, у тебя не будет нужных навыков для серии А. А здесь, да, крути яйца. Ну и сиди, сиди в своем Удинезе. Плицарий тоже развонялся. Говорит, все, я хочу уйти. Мне не нравится. Я говорю, ну мы повысимся через сезон. Ничего не хочу слушать. Я хочу сейчас играть на высшем уровне. И переходит в Сандерленд. В чемпионшип. Сандерленд играет здесь в чемпионшипе. То есть, ему не нравится играть в Италии, потому что у нас дерьмовый клуб. И так далее, и так далее, и так далее. А вот чемпионшип. Сам Уэйн Руни. Ну не знаю, Уэйн Руни тот еще бухарь на самом деле. Я думаю, что с Минченса Бухати они бы общий язык нашли. Но Александр Плицарий, тебе там визу, во-первых, не дадут. То есть, игрок не понимает, что ему там не дадут визу. До него это никак нельзя донести. Он все равно хочет уйти. Но по сути-то он особо никому не нужен, никому не интересен. Кроме Сандерленда. Но нет, вот я вот хочу уйти. Говорит, господи, оставайся. Будешь нашим королем. Будешь великолепным вратарем. У тебя 26 лет. В 27 ты выйдешь в серию А. И там, ну, если тебе что-то не понравится, уйдешь. Но нет, вот видите, какой человек. Этот ваш... Этот наш Александр Плицарий. Все у него подвисло. У Роналда Жопа ситуация еще хуже. Никакой арсенал, никакая специя. Никто его не берет на работу. Ну, кто-то хотя бы собеседование проводит, как специя. Но большинство команд даже собеседования никаких не проводят. Просто отшучиваются. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Брюги. Брюги. Господи, боже мой. Вы видели, что с вами творил этот Роналду Жопа? Вы видели, что он с вами делал в прошлом сезоне? Вы забыли? Вы забыли, что было с вами в прошлом сезоне? Да, вы побеждали Ройл Капелин. Молодцы. Но далеко не всегда. Иногда вам приходилось очень трудно против Ройл Капелин. Потому что Капелин – команда вообще непростая. Капелин… Ну, то есть, смотрите, какая история. В Бельгии… В Бельгии Роналду Жопа должен, ну, как минимум, очень сильно котироваться. После того, как поднял Днищенский абсолютно Капелин, безденежный Капелин, в первую лигу. Из третьей лиги, в первую лигу он поднял Капелин. И при этом ему, ну, как бы это сказать, там… Им никто не интересуется. Говорят, ха-ха-ха, что за говнюк? Чувак, блин, поднял команду из дерьма. Из дерьма к звездам. Чуть в Еврокубки не попал. И всем пофигу на него. Его никто не хочет нанять. Представляете? Никто. До собеседований дошло только со специей. Я понимаю, да, Арсенал – это, окей, это недостижимая мечта. Даже бразильские сраные команды, вот эти всякие там команды серии B, серии C. Ну, серии C, я думаю, Шапикаэнце, я думаю, Шапикаэнце наймет, наймет Роналда Жопу. Ну, это серия C, это вообще третья лига, опять же. То есть, представляете, команда третьей лиги только может нанять нашего Жопу. Хотя он доказал всем, что он способен в Европе работать и достойно, достаточно себя привил. Даже бельгийцы, даже бельгийцы его не берут на работу. Это просто какой-то позор. Пискара дебютирует в серии B в матче против Бреши. Поэтому давайте подбодрим ребят. Хорват, ну, в кубке дебютировали уже многие ребята, поэтому я не буду им там ничего говорить. Но в целом, в целом команда у нас достойная, готовая. Пока Плицари с нами. Другого вратаря я, в общем-то, не покупаю. Потому что ничего не понятно пока с Плицари. Если что, уж Мелеп стоит. Да и покупать пока просто не на что. Трансферного бюджета нет. В атаке наша команда. Милания разыгрывает с Пьерно. Пьерно возвращает мяч в Милане. Милания возвращает мяч в Пьерно. Удар, гол. Крайний защитник. Открывает счет на 17-й минуте. Очень интересный розыгрыш стандарта получился. Ну и Бреши. Бреши в шоке. Как так? Команда серии С нас давит. Она давит и делает это очень красиво. Пьерно великолепен. 1-0. Пискара впереди. Ричо. Ричо пасует вперед. Пас не проходит. Маламо. Дагасо. Хорват. Дагасо. Шобот. Находит Милани. Подает. Секулов падает. И это пенальти. Мануэль Вольпи указывает на точку. Ну здесь, по-моему, в серии Б уже может быть вар. Да, в серии С вара не было. В серии Б есть вар. Ну и вот шанс для Хорвата. Чтобы забить свой первый мяч в лиге. А он не забивает. Ну да, первый мяч с пенальти как-то все равно не то. Наверное, хочется с игры забить. Но у Хорвата пока цинка 6-2. Еще один розыгрыш. Секулов. Сайт. Да, достали вы. Ну и ответочка Бреши. Петричионы. Со штрафного может отсюда попасть. Но Плицари. Плицари отражает удар. Это было не так сложно, как с пенальти. Но все-таки. Плицари. Вратарь хороший. Его терять будет жаль. Если он не перейдет с Андерленд, это будет, на мой взгляд, скорее благом. Особенно, если это будет в конце трансферного окна. Да пофиг, что больше никого не купим, но сохраним качественного голкипера. Альтернативы Плицари нет. То есть, ну есть там какие-то элитные вратари, но они стоят миллионов пять минимум. У нас таких денег, естественно, нет. Из тех, что присутствуют, Милани, Браво, но может быть отмена гола. Может быть Вар здесь углядит чего-то. Но нет, не углядел. Все хорошо. И забивает, кстати, еще один защитник. На этот раз уже левый. Хорват отмечается голевой передачей. Удалось ему исправиться после незабитого пенальти. Все-таки результативное действие в копилочке. Смотрим, был ли здесь офсайд. Ну какой же здесь офсайд? Фсайдом здесь и не пахло. Хорват идеальную передачу выдал. И Милани пробил. Перерыв. Доминирование Пискары. У Пискара все хорошо. Наши дела идут неплохо, но вы можете лучше. Шобот. Давай без удалений. Ну, остальные три, что можно сказать, что я им недоволен. Все. Поехали. Стандарт. Хорват у мяча. Бьет. Спасает голкиперу, но здесь есть кому подобрать. Не хотят они уезжать ни с чем. Дагасо. Господи. Ну неужели Дагасо там сфалил? Ну неужели там пенальти будет? Просто Дагасо не попал в мяч, попал в ногу. Мне показалось, что в мяч он сыграл. Но нет. Мануэль Вольпи увидел пенальти. Ну и теперь для Плицаря шанс повторить подвиг, который показал сегодня уже вратарь Бреший. Но он его не повторяет. Удар. Торе Гросса прямо в уголочек. Торе Гросса был точен. Плицаря прыгнул в другой угол. Печаль. Ну он сначала прыгнул в другой угол, потом не дотянулся. Думал. А это удар. Шанс еще один у Пискаре в концовке. Вышли на замену Содеро. Играет с Валенси. Валенси сменил позицию. Пьерно на Милане. Два автора гола. Пасуют друг другу. Пирас. Малому. Отлично. Хорват. Хорват. Ну да. Решил забить с игры. Все правильно. Лучше чем с пенальти. Дебютный гол надо забивать с игры. Так. Что у нас здесь по остальным? Так давайте. Дадим всем поиграть. И еще. И еще. Ну наверное пусть Филиппе Круз дебютирует. Так. Ну сыграйте с удовольствием. Нет. Привить себя во всей красе. Ну а вот как забивался гол. Малому в касание на Хорвата. Хорват прошел. Пробил. Ну в ближний получается угол. И 3-1. Красиво. Филиппе Круз идет по флангу. Отдает назад. Ну уже 88-я минута. Мяч по-прежнему под контролем. Пискары. Валенсия. Удар по воротам. Мяч облизнул. Каркас. И покинул пределы поля. Ну по матчу что можно сказать? Полное преимущество Пискары. Заслуженная победа. Тут вообще не придерешься. У Пинченса Бухати все под контролем. Все в порядке. Никола Секулов. Перелом ребра. Случайное столкновение. Молодец. По прогнозу СМИ в серии Б. Пискара и Брешия кстати. Ну они же вместе повысились. Это был все-таки матч у нас с равным соперником. А сейчас предстоит игра с Пизой. Пиза-то довольно высоко. И Пиза это серьезный конкурент. Так что вот сейчас будет настоящая проверка. 16 место прочь нашей команде. Ну 16 место это спасение. Если что это не вылет. Так что Пискара довольно крепкая команда. Но Пиза-Пиза крепче. Пиза-Пермач выиграла с счетом 3-0. У Винченса. Уверенно не пропустив. И нам придется постараться. Кстати друзья не забывайте поддерживать серии пальцами вверх. И если еще не подписаны на канал. Подпишитесь пожалуйста. От вас это ничего не потребует. Но мне будет приятно. Ну и плюс конечно не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать новые серии. А то Ютуб высылает-высылает уведомления. Но не всем даже с колокольчиком кстати приходит. Но лучше нажать. Тогда точно ничего не пропустите. Ну и конечно советую подписаться на телеграм-канал. Там очень много интересной движухи. В частности. Ну например можно там зарегистрироваться на АПЛ онлайн. Наш параллельный проект. Который идет на стримах. Где 20 живых менеджеров. Участвуют в лиге. Отыгрывают все по-настоящему. Не смотрели. Если то советую посмотреть. На канале есть в лайв разделах полные стримы. Ну и пару видосов я сделал в качестве обзоров. К сожалению не очень они зашли. И очень зря люди их не смотрели. Потому что там действительно интересно. И есть на что поглядеть. Что тут можно сказать. Матч против Пизы еще и гостевой. Покажите на что вы способны. Ну и наверное. Окси Типи Рас довольно неплохо там развивается. Ну и наверное да. Ребята которые там забивали. Пусть в том же духе продолжают. Хотя конечно не все могут. Но вот Хорват например может продолжить в том же духе. Вперед. В синей форме Пиза. В белой Пискаре. И Шобот сразу же великолепно перехватывает. Стартует. Передача конечно на Милане была рискованная. Но прошла. Венерегия. Нашел Шобота. Шобот врывается в штрафную. Проходит. Прокидывает. Но я думал что сейчас пенальти будет. Или какой-то опасный удар. Вон там Газпром национальное достояние на трибуне загорелся. Еще говорят в Италии газа нет. Ну Хорват что творит. Вот вам и Хорваты. Может это Модрич какой-нибудь переодетый. Потому что играет очень хорошо. И как будто всю жизнь играл в этой команде. Здесь просто ну да. Тут у любого бы пердак бомбануло. Вот такой передачи Барбарис бедный. Даже не ожидал такого. А Левербе подсунул. Ошибся. И Хорват наказал. Содейро. В центре поля. Венерегия. Тагасо. Не находит варианта впереди. Сгарби. Он уже на желтой карточке. У соперника два игрока уже на желтых карточках. Так что игра такая. Достаточно грубоватая. Содейро находит Венерегию. Венерегия делает заброс на Хорвата. Хорват. О, что это за бист. Просто Кристофер Хорват. Что он творит. Да. Вот игрока мы подписали. Это не игрок. Это игрочище. Ну и Венерегия. Венерегия это тоже приобретение. Смотрите. Какой пас. Как нашел. Это вся оборона. Там растянута. Муссолини. Еще один пердак, кстати. Разорван за воротами Пизы. Угловой удар. Содейро. Подает. И Вергани делает 3-0. Ну что ж. Здравствуйте серия Б. Здравствуйте Пиза. Здравствуйте фаворит. Очень приятно. Пискара. У нас. Да. Есть кому забивать. Молодой Содейро. Выполнил подачу. Вергани выиграл верховую борьбу. И 3-0. Красиво. Ничего не скажешь. Еще один шанс у нашей команды. Вергани выиграл верх. Но проиграл на этот раз. И это похоже, что возможность под конец тайма что-то сделать у Пизы. Нет. Это не возможность для Пизы. Это очередная наша атака. Дагасо. Венерегия. Содейро. Передача на Хорвата не прошла. Нет. Все-таки возможность у Пизы. Какие качели. Мы наблюдаем под конец тайма. Марин. Марин. Удар. Мимо цели. Ну, там защитник грамотно все сделал. А в ближнем углу дежурил Плицаре. Так что трудно было нападающим там чего-то сообразить. По карточкам равенство. По моментам неравенство. По голам тоже. И это неравенство в нашу пользу. Много ударов в створ. Я доволен. Ну, и, конечно, тут надо аккуратнее быть Милани. Аккуратнее быть с Гарби. А раньше времени зарабатывать удаление не стоит. Угловой удар. Содейро. Выполняет подачу на Вергане. Она не прошла. Но Хорват на добивание. Если бы забил. Какой был бы великолепный мяч. Венереджа на Вергане. Здесь Содейро мяч подхватывает. На фланге Содейро не смог пройти. Но Филиппе Круз подстраховал. Круз. Какой прострел, а? Если бы здесь чуть-чуть поудачливее был наш форвард. Момент у Пизы. Дурмизи. Гол. Риза Дурмизи. Помните, он играл за нашу команду. Какую-то. Ну, кто напомнит в комментариях. Кто-то молодец. То ли бы Шик-Шихир. Это было несколько лет назад. То ли что. То ли это была вообще Парма в Бубнов Менеджере. Слушайте, не помню. Но футболисты этого помню. Вот я думаю, хардкорные фанаты подскажут. Ну, что творит Дурмизи. Подача на этот раз. И здесь уже Плицария отбивает. Ну, у нас. У нас в центре поля бардак. Прям невооруженным глазом видно. Устали и Венерегия, и Дагасо. Поэтому мы выпускаем Сквицато и Маламо. Они должны порядок здесь навести и поддерживать. Ну, и на фланг мы можем выпустить какого-нибудь парня. Есть у нас Пауло Перего. Есть у нас Энцо Лоди. Ну, Лоди они достаточно быстрые. Мне кажется, надо Перего выпустить. Ну, и попросить ребят проявить себя. Маламо делает заброс на Перего. Молодой парень почти догнал этот мяч. Хотя он достаточно быстрый. Он должен был догонять, мне кажется. С Гарби. Находит Круза. Здесь Маламо. Маламо, многому. Вергани. Удар по воротам. Вгоняет мяч Вергани в сетку. 4-1. И ввергает в шок болельщиков Пизы, которые не думали, что этот матч закончится разгромом их любимой команды. В гостях. Пискара уничтожает Пизу. Это, конечно, надо было видеть. Кубик. Кубик просто сел. От неожиданности. Ну, что ж. Дубль Хорвата. Дубль Вергани. Один гол Дурмизи. И все. Это закончилось в нашу пользу. Я горжусь вашим выступлением. Бухать, я думаю, поднимет победную чарку. И не одну. Логика просто божественная. Локоладство клуба Брюги сообщает, что ваше заявление о желании занять вакансию менеджер-клуба отвергнуто. Вы не будете включены в список кандидатов. То есть даже собеседование они не провели. Представляете? У вас нет опыта завоевания чемпионства. Да, мы всего лишь завоевывали чемпионство во второй лиге. Действительно, кого это волнует? Но мы, правда, не завоевывали там чемпионство. Мы в третьей лиге, по-моему, завоевали чемпионство. И это грустно. Вы жалеете о времени, проведенном в команде Капелин? Ну, я думаю, что жалеть здесь не о чем. Потому что там виновато руководство. Удалось ли вам извлечь этот новый опыт? Ну, конечно, конечно. Новый опыт позволяет становиться более сильным специалистом. Проблема какая? Проблема в том, что вообще никто Роналду Жопу к себе не возьмет. Никто. Хотя Брюге, по идее, зная в Бельгии, как хорош был Капелин, они должны были взять его к себе. Ну, хотя бы пригласить на собеседование. Герхард Штубер. Ну, да. Менеджер Зайцберга, который зарабатывает 25 тысяч в неделю. Это, конечно, отличная история. Да. То ли дело, конечно, то, что Жопа творил в Капелине. Это не забудется. А что вот сейчас у Капелина происходит? У Капелина происходит раз, два, три, четыре, пять, шесть игр, пять поражений. У Капелина, я думаю, может с лигой уже попрощаться, потому что, как бы ни был Пабло Кареа хорош, состав говно. И там играть, ну, очень тяжело в этом Капелине. Да, есть Жуахра, но это реально самый неплохой игрок у Капелина. Я не знаю, они там кого-то покупали, продавали, они никого не продали. Они взяли Луиса Рихтера из Баварии, кстати. Ну, вариант, в принципе, неплохой, но деньги у них появились, это очевидно. Они каких-то даже там женоподобного мальчика подписали. Так, ну, вот этого бомжа вы зачем купили? Алло, ну, зачем он вам? Ладно, он в аренду, ну, как бы, ну, зачем он, что, играет у вас? Там действующие игроки были не хуже. Ну, вот из Лацио хотя бы они, благодаря тому, что я позаключал там договоры, вот этого хорошего парня взяли из Лацио. Вообще крутой опорник. Молодцы. Молодцы. Он 41 миллион оценивается. Тоже грязью его слегка облили. Мацотти измазали. Но, ну, блин, так-то я ожидал худшего. Но вот это тоже неплохой. Георг Страуч. Страух. Страух. Немец. Штраух. Даже так. В принципе, блин, Штраух-Мацотти это топовая связка. Бридж, Жуахра, Рихтер тоже неплохо для чемпионата Бельгии. Я даже сказал бы середнячки такие крепкие, потому что Додейн, извините, это хороший левый защитник. Абдалла, ну... Ну, послабее, конечно, но тоже не совсем дерьмо. Бьенконик, прекрасный защитник. Кочури, еще более прекрасный защитник. И Ваут Мизе, неплохой вратарь. Ну, не знаю, кстати. Глядя на вот этот состав, я скажу, что я бы с ним боролся, наверное, за подание в верхнюю часть куда-то. Плюс есть Ардим Фунду, универсальный солдат. Ну, мне нравится состав Капелина. Он не развален. Жуниор, он взяла, выставили на трансфер. Ну, окей. Ну, выставили. За 17 тысяч. Да, гениально. Зачем хорошего игрока использовать? Да, лучше его выставить. Ну, есть на его позиции, конечно, с другой стороны, кому играть. В общем, я думаю, что в следующей серии мы уже продвинемся. Надеюсь, что там Роналду Жопу уже отыщет себе новый клуб. Ну, так или иначе, надеюсь, что вы не забудете поддержать серию пальцами вверх. Канал не забудете поддержать своими подписками. Ну, и я даже не знаю. Давайте в комментариях предположите, через какое время Роналду Жопе удастся найти новый клуб. Вот это интересный момент, который, я думаю, что многих волнует. Всех благодарю за просмотр. Всего вам самого доброго и хорошего. Всем удачи. Всем пока.